Человек, который в артиллерии отслужив, знает, как точно попадать в цель. Это патриарх нашего движения, это Дуаен, человек, который стоял практически у истоков. Встречайте, Лев Сандлер и Виктор Воронов, который ему помогает. Добрый вечер. Я вас, прежде чем начну я бренчать на этой гитаре, я вам хочу прочитать то, что я тут напечатал. Высокий худой человек в очках шагнул с платформы в тамбру пригородной питерской электрички. Бросил прощальный взгляд на гостевримное Комарова, где ему так хорошо эти последние Последние три недели работалось над новой книгой и прошел в вагон. Пассажиров было мало, только в середине салона сбилась в дружную веселую стайку группа туристов, человек в семь. Подробный стук колес, гитарные переборы, нестроенное пение, он задремал. И вдруг сквозь дрему услышал что-то довольно знакомое и родное. Росу голубую склевала синица. Человек в очках встрепенулся. Не почудилась ли сосна? Нет. Пели именно ее. Ребята пели немного не так, как ему хотелось бы, как он это понимал. Но все равно хорошо. Ладно, искренне, душевно. Так поют, когда песня действительно проникает в сердце. Он опять прикрыл глаза и увидел цепочку парней в энцефалитках, на тропе Кулика, держащих после очередного похода к метеориту, курс на Большую Землю. За спинами долго еще, словно не в силах расстаться, будет маячить Синильга. Синильга – это сказочная птица, сестра Алконоста, Гамаюна и Финиста, вечная спутница землепроходцев, покровительница тех, кто всегда в пути. Комок подкатил к горлу. Человек в очках с трудом проглотил его и стал подпевать туристам. Ребята, ребята, мы будем бессильны. Когда песня закончилась, высокий пассажир в очках порывисто поднялся, подошел к туристам и волнуясь, спросил. Ребята, а чья песня вы знаете? Как чья? Удивленно возлился на странного дяденьку юный длинноволосый гитарист. Туристская. Подумал секунду и добавил. Народная, значит. А, между прочим, у нее есть автор. Да ну, и кто же он? Заинтересовались туристы. Человек в очках засмущался и, помаявшись, сказал. Я автор и есть. И сочинил ее, когда был молодым, как вы. Туристы замолчали, недоверчиво разглядывая незнакомца. Совсем не похож этот долговязый пожилой очкарик ни на поэта, ни на барда тем более. Скорее на ученого сухаря или зануду преподавателя. А вот сейчас где-то принял на грудь, расслабился и понесло. Они ему не поверили. А доказать было нечем. Человек в очках огорченно кашлял, а потом подумал, да нужно ли разубеждать. Верит, не верит, какая разница. Главное, что песня жива. Странным тем пассажиром был все-таки не заблесневелый ученый хмырь или гроза нерадивых студентов, а известный сибирский поэт и писатель, исследователь и переводчик древнерусских литературных памятников, а еще главный редактор журнала «Сибирские огни» Геннадий Федорович Карпунин. Росу золотую Склевала синица На южном болоте Клубится рассвет Мы снова уходим И снова синильга Березовой веточкой Машет нам вслед Мы снова уходим И снова синильга Березовой веточкой Машет нам вслед Куда ж мы уходим И что же нас гонит Куда же влечет нас Лихая судьба Мы встретимся снова В пустынном вагоне И ты улыбнешься Привет, старина Мы встретимся снова В пустынном вагоне И ты улыбнешься Привет, старина Мы вспомним, как вместе С тобою мы жили Как слали проклятия В бродячей судьбе Мы стали иными Мы стали чужими Друзьям изменили И сами себе Мы стали иными Мы стали чужими Мы стали чужими Друзьям изменили И сами себе Ребята, ребята Мы будем бессильны Вернуть удивительный Этот рассвет Ведь только однажды Однажды Синильга Березовой веточкой Машет нам вслед Ведь только однажды Однажды Синильга Березовой веточкой Машет нам вслед Дело в том, что вчера, 22 ноября, на мой взгляд, самому старейшему из живущих бардов Валентину Ивановичу Вихареву исполнилось 88 лет. Недавно, месяц назад, он был у нас в Самаре. Он всех поразил, когда он встал на табуретку, нагнулся, и руки у него опустились вот так вот ниже ладони табуретки. Он говорит, вот так, потом спрыгнул с этой табуретки. Я ему говорю, Валентин Иванович, ты на зимний-то приедешь? Он говорит, я не могу в феврале опять на Кавказ кататься на горных лыжах. Осень встала на пороге, Шуршит в тумане листопад. Ах, разошлись наши дороги, Один во всем я виноват. Я знаю, ты грустить не станешь, С немой тоской глядя в окно. Ведь сердцу женскому в обмане Прощать обиды не дано. Опавший лист кружит, кружит, Кружит и на тропу к ногам ложится. А сердце отчего дрожит, Как в руки пойманная птица. О чем тоскует она вновь, При виде стаи журавлиной, Ведь это будет не любовь. Коль я приду к тебе с повинной, А осень кружит в хороводе, Метя дождями по земле, Зачем ты веришь непогоде? Поверь на этот раз себе. Зачем ты веришь непогоде? Поверь на этот раз себе. Спасибо. Лев Санглер. Спасибо.